Доброго времени суток, уважаемые зрители, подписчики и гости нашего канала! Вы смотрите Польза и Вред, и сегодня у нас Вред и Польза Холодца. Своё распространение в качестве холодного блюда холодец начал ещё в XIV веке. Именно богатые европейские дома заложили основы его кулинарной истории. В те далёкие времена зачастую на обед подавали сытные и густые супы. Бульоны варились на основе костей и хрящика, поэтому получалось, что при остывании они превращались в плотную и текучую массу. Однако повара Франции проявили смекалку и изменили рецепт. Любую дичь, свинину, говядину сначала отваривали до готовности, затем мясо перекручивали несколько раз, чтобы получить однородную вязкую консистенцию. После этого смешивали его с процеженным бульоном, добавляли специи и выдерживали на холоде, чтобы масса застыла. Такое мясное блюдо стало называться галантин. Русский народ изобрёл свой вариант галантина, который имел название студень. Все несъеденные мясные деликатесы после барских пиршеств отправлялись в большой котёл, где превращались в одну сплошную кашеобразную массу. Затем её оставляли в прохладном месте для застывания. Конечно, такая вторичная еда уже не подавалась господам. Она предназначалась только прислуги в целях экономии. Россия в период своего развития в XVI веке находилась под большим влиянием модных тенденций Франции. Люди высшего сословия, состоятельные дамы и господа могли позволить себе нанять не только целый штат портных, гувернанток, горничных, но ещё и лучших поваров. С течением времени французские шеф-повара стали подавать на изысканных обедах обновлённый рецепт холодца. В бульон научились добавлять осветляющие компоненты, например, куркуму, шафран или цедру лимона. Вкус и аромат блюда значительно улучшился, что дало повод включить заливное в список незаменимых холодных закусок в богатых домах. Постепенно холодец стал пользоваться популярностью. В наше время в качестве главных ингредиентов в холодец добавляют свинину, говядину и куриное мясо. Ну а теперь смотрим на состав и пищевую ценность. В состав этого холодного блюда входит внушительное количество полезных питательных веществ. Микроэлементы представлены алюминием, фтором, бором, рубидием, ванадием. Микроэлементы – это кальций, фосфор и сера. Несмотря на довольно продолжительную варку бульона, все полезные вещества сохраняются. Среди витаминов выделяют витамины С, А и В9, но и полезные свойства холодца. Положительное влияние на нервную систему, благодаря наличию полиненасыщенных жирных кислот. Улучшается состояние иммунной функции организма, а также повышается усвоение кальция. Входящий в состав витамин В9 увеличивает уровень гемоглобина в крови. Клетки головного мозга начинают активно взаимодействовать под влиянием лицина. Улучшается общее физическое состояние организма. Замедляется процесс старения клеток кожи, благодаря присутствию в холодце коллагена. Она становится упругой и эластичной. Функционирование опорно-двигательного аппарата также заметно улучшается. Воздействие желатина благоприятно сказывается на работе суставов. Калорийность блюда. Учитывая тот факт, что холодец является частым гостем на праздничном столе, необходимо знать, насколько калорийна такая закуска. Как раз этот показатель у него довольно высокий, потому что на 100 грамм продукта приходится 250 килокалорий. Чем выше жирность мяса, на основе которого приготовлен бульон, тем выше, соответственно, калорийность холодца. Для любителей нежирной, легкой пищи прекрасно подойдут для приготовления холодца ковяжьи кости. Не стоит часто пользоваться услугами супермаркетов и покупать там кулинарные блюда. Холодец легко приготовить своими руками. Тогда можно не сомневаться, что блюдо будет не только самым вкусным, но и полезным. Ну и, наверное, на этом мы сегодня закончим. Ну а поделиться с нами своим личным опытом, либо мнением, можно в комментариях. А с Вами был канал Польза и Вред. Если Вы еще не подписаны, то подписывайтесь, и Вы узнаете еще много полезной, а главное важной информации. А я же всем говорю спасибо за Ваши оценки к видео. И всем до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...